здравствуйте дорогие друзья сегодня очередное видео подошел сезон грибной поры за окном уже конец августа и у нас появились грибы грибы разные подосиновики и подберезовики вот и попадаются у нас сырые грузди вот сырые грузди это одно из излюбленных наших блюд соленые сырые грузди что друзья вот зашел лесок опять стали грузди попадаться смотрите там он еще по моему сейчас буду смотреть похоже грузди пошли сырые и это радует вот такие груздочки здесь смотрите какой посмотрите какой прелесть какая какая прелесть какие замечательные груздочки и сегодня я покажу как мы дома заготавливаем эти сырые грузди после того как собрали грибы нужно их замочить в воде их чистить нельзя потому как они очень ломкие нужно замочить в воду после того как они отмокнут их чистить после этого их ложить на отмачивание на два-три дня после того как у наши грибы вымокнут они станут белыми станут чистыми и после этого мы их начинаем засаливать сейчас как раз этот процесс мы и начинаем делать вот посмотрите вот мы вымоченные грузди достали их сюда сейчас будем их солить вот в этом вот баке на дно бака вот этого положил хрен два листа на низ и теперь будем выкладывать слоями эти грузди пересыпать солью пересыпать специями в нашем случае вот я приготовил душистый перец горошек и горошком черный перец и два листика лаврового листа кроме этого нарезана у меня долька дольками чеснок зубчики тоже будут укладываться и соль поваренная соль крупный помол значит расчет какой на соленья сырых груздей это 50 грамм на килограмм груздей 50 грамм соли на килограмм груздей вот примерно вот такие нормы вы должны знать ну и теперь мы начинаем весь процесс начали на самое дно соли насыпаем немножко ложим туда горошек зубчики чеснока и укладываем грузди наши слоями но грузди очень трудно выдержать чтобы они не ломались поэтому много сломанных но тем не менее это не влияет ни на вкус не влияет ни на ни на что будет все очень хорошо и очень здорово эти грузди наши с зимой будут с удовольствием всеми кушаться вот выкладываем шляпками вниз слой ложим ложим слой так вот порядком пересыпаем солью грузди соли не боятся если они будут пересолены и ничего страшного они вымачиваются в воде и и все будет нормально тоже немножко сыпем периодически и дальше выкладываем вот таким образом нынче в лесах не в немного грибов почему-то не грибной год поэтому очень с трудом искали с труд с трудом мы находим эти грибы как правило собирается у наших лесах много подберезовиков подосиновики есть грузди сухие сырые пускай здесь у нас будут и и кусочки все нормально так дальше вот где-то на средине вот нашего здесь вот уже укладки наши мы положим несколько веточек укропа вот укроп он потом когда будет сок даст грибы все вместе смешается все смешается и будет аромат еще и укропа покруче здесь уже очень такой аромат груздей хороший перчик даст остроту ну и чесночок свой аромат даст да очень трудно сохранить их целыми очень трудно сохранить ничего что она сломаны это ничего страшного все засолится и все будет чистый эстетический вид когда они целые конечно когда он красивый желтенький беленькие но эстетичнее все но но не влияет на вкус очередной слой соли на на потом под гнетом выдавить свой сок и будет в общий с в общем целом в кастрюле он будет все пропитываться пропитываться несколько все пропитается и будет очень здорово постойте кусочки кусочки ты все уходят сюда сейчас мы еще укроп чека положим так вот соль еще так друзья ну и вот у нас последние у нас ушли последний слой последний слой пересыпаем солью соли много не бывает таких делах вот так вот еще ложим укроп укроп вот так вот выкладываем еще сюда вот специи наши что есть и оставшиеся вот чесночок вот так еще укроп укроп можно он никак не повредит этому всему мы его вот так вот делаем так друзья ну вот практически засолка наша произошла теперь остается нам тарелочку тарелочку положить нот как будет гнет и вот за место гнета будет вот водичка вот так вот и поставить в холодное место в холодное место потом мы закроем это все сверху тряпочкой закроем чтобы сюда ничего не пыль не летела ничего и так эти грузди наши должны солиться в течение 40 45 дней 45 дней мы должны выдержать в холодном месте не выше 10 градусов температура должна быть где будут у нас засаливаться эти грузди ну и потом мы вам покажем что получилось спасибо за внимание